Привет! Меня зовут Лиза, и это рубрика «Вопрос-ответ». И в прошлый раз мы с вами обсуждали, зачем ящерица отбрасывает хвост, ну и каким образом она это делает. И тогда я вам в конце сказала, что в следующий раз обязательно обсудим, кто еще в мире животных способен к аутотомии. Итак, напомню, авто или аутотомия – это способность животным отбрасывать какой-либо орган или конечность. Ну, то есть в переводе с греческого это означает самоотсечение. Итак, более 200 видов беспозвоночных способны к аутотомии. Ну, например, моллюски. Многие головоногие моллюски способны к аутотомии – осьминоги. Ну, у осьминога целых 8 ног. Естественно, одной ногой он вполне может пожертвовать, чтобы спастись от хищника. Но, правда, у осьминогов более эффективным оказывается другой способ защиты. В случае опасности они способны выбрасывать чернила. Образуется такое темное облако, и, собственно, под этим облаком осьминог прячется. То есть это такой своеобразный обманный маневр. Ну, а процесс именно аутотомии по механизму абсолютно точно напоминает отбрасывание хвоста у ящерицы. То есть также происходит сокращение мышц, отбрасывание щупальца, и потом эти щупальца активно извиваются, привлекая к себе внимание хищника. Ну, и все потом восстанавливается. Из моллюсков важно отметить еще и некоторых двустворчатых моллюсков. Они способны отбрасывать части мантии. Идем дальше. Ракообразные. Ну, из ракообразных некоторые крабы способны отбрасывать свои клешни. Ну, например, камчатский краб. Это явление достаточно хорошо изучено. Но, естественно, многие крабы после того, как они отбросили конечность, становятся более уязвимы для хищников. Так, некоторые паукообразные. Паукообразные, например, всем известные сенокосцы. Сенокосцы тоже в момент опасности способны пожертвовать своей ногой. Но, к сожалению, они как раз восстановить ее никогда больше не смогут. Еще важно упомянуть иглокожих. К иглокожим относятся морские звезды, морские ежи, афиуры, морские лилии и многие другие. Морские звезды и афиуры способны отбрасывать свои лучи и потом их восстанавливать. Некоторые морские лилии также способны к аутотомии. И такие необычные существа, как галатурии, способны отбрасывать даже часть своих внутренних органов. Весьма необычное явление. Ну, и в мире беспозвоночных, наверное, основных мы перечислили. А так, конечно, еще очень многие способны к аутотомии. Ну, а среди позвоночных важно отметить мышей. Необычных мышей иглистых, которые способны отбрасывать часть кожи. То есть, в момент опасности, если их схватить, они буквально раздеваются, оставляя кожу хищнику, а сами убегают. И после этого спокойно восстанавливают кожу. Думаю, про аутотомию уже можно нам с вами заканчивать. Встретимся в следующем выпуске. И если у вас появились вопросы, то вы знаете, где найти ответы. Википедия.